Володя с Никитой крестовину на голубяки номер один подправляют, она сломалась. Сегодня 17 октября, вот отправили мы газель нагруженную с продуктами, то есть овощи, все, до этого ушла с картошкой, ну где-то там килограмм, наверное, 700-900 отправляем, он сианой выехал. Вот, а это у меня вторая голубя на этом. Тут солнце, плоховато видно, зайду с этой стороны, с улицы. Это я в окно увидал, вот, нахожусь здесь, мы все тут сейчас перешли сюда они, ребята. Отпилили ее, пониже сделали, чтобы можно было доставать, она высокая была. Видите, как в деревне интересно. Вот Никита тянется, Володю поддерживать. Голубя. никакой от них пользы нет кроме красоты и радости вот и две голубя от нее вот приеду в барнаул там надо селекцию делать раза в два или в три уменьшить количество а вот тут стекло через стекло видать там голуби у меня ходит внутри он там голубок и все садятся парят уже холодно еще равно выводят малыши если на яйцах сидят круглогодично у них идет быстро прибывает а кормить то и нечем будет девать и некуда их интересно даже показал как котик играет с воробушкам потом с один раз показал как с мышкой котик играет скажи ты городские люди какие нежные ой 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 да минусов мне там наставили столько ужас 1 а вот вы догадаетесь почему минусы еще догадываюсь это ты так понимаешь так и понимаю у меня тут одна девочка была но грачи и сороки и вороны поедает в саду все особенно облепиху мы оставлю разные приспособления поймаю защищаю сад ну и девочкам всем этим мальчикам дал крылышки на память как мать поднялась до фрот до суда это вы что делаете да как они же объедается ну и пусть объедают нах и все объедает тогда голод будет ну и пусть голод будет ну то есть понятие такое как не наши не нашей а как только с ним еще случится где-то куда смотрятся на педем станции мыши тараканы заедает на таракан тоже жизнь имеет и вши и энцефалитные клещи почему их то не жалеете ну более логично буддийские монахи они после дождя идут по саду и щеточкой впереди машут чтобы червяка не раздавить а тогда играется чем дурнее тем умнее все едят колбасу в ножки там эти с америки почему американскую курочку не жалеете ножки буша там как называют еще окорочка пирожки котлетки все едят все с удовольствием наживает бляшки на кровеносных сосудов у нас еще все открыто ну вот воробушек воробушек который пропадает на улице он уже все дошел его отдали котенку то есть ты убивай но чтобы никто не видел то есть люди не должны знать смерти это напоминает книгу которая выпустила грузинское издательство при советской власти балавариане это житие варлама и асафа от него отец решил все прятать его там волхвы сказали что если до совершеннолетия он увидит свет то ослепнет он подземно сделал царство ему за ним ухаживают как-то как-то стареет заболеет уходит то ни о болезни ни о смерти не знал но наступило время его можно выпустить первая экскурсия по городу всех больных убрали нищих арестовали но олимпиада как нас всех посадили 150 километров от деле не приближаться в индии все происходит добро он увидел посмотрели старик какой-то выпал с руку протягивает а это кто ну больной а что такое больной остановилась процессе как царский сын нельзя убирать ну так это может быть с каждым да вообще-то да конечно с каждым он опечалился так проходит какое-то время он спрашивает а дальше что будет вот он вот говорите прокаженную ну умрет а что такое умрет ну умрет это его зароет в землю а почему ему разъяснили и так что это все умирают все он поворачивает домой говорит не хочу больше смотреть а зачем тогда это все если все мы умрем ну и прошло время какое-то он маленько успокоился его спросили показали как танцует там уже танец живота а это кто такие договорит а то чертовки которые мужчин соблазняют и когда при пришло время ему отвечать его спрашивает видимо отец и а что больше всего понравилось он говорит а вот эти чертовки которые соблазняют мужчин мне очень понравились а совсем юноша но потом она обратиться через варлаама станет христианином все оставит уйдет в пустыню но факт тот что вот своробушкам играет кошка тоже напоминание о смерти показал как селекция происходит открыто ничего противозаконного нет это естественно это везде во всем мире делается рубят птицу варашков скотину режут но это одно дело знает другое дело показать вот начинает философствовать это хорошо что человек видит это надо напоминание о смерти ходить как гробу ближнего а то умер дедушка не надо показывать у ребенка стрессовое состояние будет одурели совсем как раз и нужно простить и сказать и я уйду в путь всей земли и я такой же буду лежать как на надписи написано эпитафия я в гостях прохожий это ты в гостях а я дома и ты ко мне придешь это в таком тоне вот так вот он поскользнулся с крыша упал и все кончилось к голубь не полетишь держись никита смотри а то нырнешь вот так главное воробушек котенок играет с ним и уже отрицательно играет и потом конечно он его съест закона ну вот у меня залетают они все поедают воробьи они очень много съедают ну мне пришлось поймать ни одного не двух мама дала цыплятам они лезут и она сынок от цыплятам дают что да было бы сказано мам я и ту же их прошло время к обеду я переловил сколько дал она их режет и в голову им да господи прости меня ну то хорошо это сознание все естественно на уток стреляете зачем уток уток гусей стреляют в зоопарке кто-то заболеет птица что делают везде убивают только не видят все ой-ой-ой более кажется дурно нельзя ничего придумать вот сейчас наши ребята делают а счета в руках не держишь ничего никита надо сбоку-то держать прибиваешь когда топор там или что-то не взял но однако не взял топор лежит тут как он забивает а так что она отлетит вот случился пожар в этой семье корова была привязана корова сгорела и показывает все и фильмы такие вот он был бежал человека вот его и нету возьмите ликвидация сколько там убитых трупов горы гитлер напал репрессии и показывает сегодня там одни черепа тогда череп не показываете и скелета человека не надо ну грешник боится грешник праведник ничего этого не боится тем более смотришь ястреб летит поймал голубя и понес ну еще теперь должен делать скрывать это ястреба защищать или голубя сова залетела туда порвала сколько голубей ну и ей кырдык ой скажет нельзя нельзя это все игра жизнью есть такое сущевского стихотворения смерть и время у владимира сергеевича соловьева смерть и смерть и время царят на земле ты владыка мечтая их не зови все кружась исчезает во мгле неподвижно лишь солнце любви сколько о смерти написано на смерть поэта стихотворение и все прямо говорят в толстого смерть ивана ильича слово смерть царствует это самый старый проповедник который заходит всюду как пишут коммунисты там умер косыгин брежнев смерть вырвала из наших рядов еще теснее сплотимся теснее друг другу то есть они без поддержки падают падают трупы стоят самые главные виновники развала страны и вот начинают стеснее сплотимся вокруг самой людоедской партии это же все было давно ли было и сейчас еще там зюгановский труп смердит мавзолея как новодворска валерия говорила забери свою воблу отсюда смерть идет и мавзолей то что вы видите жизни нет там жизни вымоченная в обла это во всех химических растворах там ничего нету ждут воскресенье не воскресит он до страшного суда там ленина то какая часть осталась там уже горит и свердловский когда было от гнила сколько отпала комсомольская правда пишет смерть а смерти пишут все поэты художники репин показывает гроб везут как вот прощание с человеком это самое лучшее говорить о смерти говорит ян златоус ходить на суды где судят на похорнах участвовать чтоб человек задумался и не был таким бесчувственным вот как это лучшее место для спасения души лучше разделять говорит сплачущим плакать чем с веселящимися еще не знают я выставляю все как есть сама наша жизнь ничего не подыгрываем я вижу неправильно делает какой бы он ни был высокий щен я во свете библии его рассматриваю так папы прямо умирают ой 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 да о ком вы говорите да разве можно да вот такое вот они воробьи кошка каждый день почти приносит воробушка принесет мышку она бегает она и оси с это все естественно все умирают все а такой те которого я лечил для того привязаны вот до этого так не был он был буквально приговоренный его и вылечили и вот он сейчас куда бы не пошел он за мной иду на ту сторону вчера пошел черноплодку брать полтора ведра набрал черноплодная рябина сегодня остатки разнес у людей нету а тут я нашел где и вот она шаг не отстает куда бы не пошел в баню пошел он залез под полок и сидит я бросил воды на камни под самый залез самый сидит интересно так вот он трется замечательный даже заноза у льва вытащена делает его ручным как герасим наши братья они сейчас и не знают что их снимаю вверху там у них конек сделали вот там никита тут были вот надежда вас васильевна там голая все вот так вот сколько их там у меня столько лазила я сделал закрывашку у голубей на же 200 штук поймал 200 представьте такая туча их кормить надо у меня голуби ну еще с ними делать выгнал он тоже ничего это в мире так выживает сильнейший помог уйти сделаем кормушек на улице несколько штук наконец этот остаток опять расплодился так везде появились тут колонки харьки их нету все на время напали крысы знаем везде применили яда употребляют в городе везде протравлю это зачем это же жалко как она мучается отравлена понимаете может договориться до безумия полного внутри нас это живет около 300 червей сортов разных гельминтов и однако человек тоже борется с ними человек поставил здесь как начальник на жизни как регулятор это у нас колодец куда не посмотришь везде птицы